11 февраля 1990 года. Токио, Япония. 23-летний Майк Тайсон проводит седьмую защиту звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его соперник 29-летний Джеймс Бастер Даглас. На тот момент претендентом номер один по всем версиям являлся Эвандер Холифилд. Но Тайсон не выходил на ринг с июля 89-го, а Холифилд дрался буквально недавно, поэтому был выбран промежуточный вариант перед самым ожидаемым на тот момент боем в супертяжелом весе. В 87-м году Даглас проиграл досрочно Тони Такеру в бою за вакантный титул IBF, но затем одержал ряд побед, включая победы над Тревором Бербиком и Оливером Макполом. Но против такой разрушительной машины, как Тайсон, Даглас выходил в ранге аутсайдера в соотношении 42 к 1, а за 23 дня до боя он пережил тяжелую потерю, умерла его мама. Он не стал отказываться от поединка, более того, по его словам, это печальное событие придало ему решительности. Что касается Тайсона, то он подходил к этому бою окруженным хаосом. Развод с Робин Гивенс. Внутри команды шли судебные разборки между Доном Кингом и менеджером Тайсона. Из команды был буквально выдавлен продолжавший работу Касса Даматто Кевин Руни, вместе с которым Тайсон завоевал все свои титулы. Помимо этого, часть подготовки Майка к бою проходила не в тренировочном зале, а в стрип-барах и клубах, но аура Тайсона затмевала все эти неурядицы, и прогнозы в этом бою сводились даже не к тому, в каком раунде Тайсон нокаутирует соперника, а на какой минуте. Уже в первом раунде картина боя выглядела немного необычно для поединков Тайсона того периода времени. Железный Майк действовал не столь динамично, как раньше, но самое главное то, что Даглас чувствовал себя в ринге абсолютно уверенно. Многие из соперников Тайсона проигрывали ему еще до боя, но в поведении сегодняшнего соперника не было ни намека на что-то подобное. Даглас легко перемещался, старался держать Тайсона на дистанции джебом, а если Майк прорывался на удобную для себя дистанцию, Джеймс выбрасывал удары в ответ. Майк Тайсон, одним из отличительных элементов которого были раскачивания корпусом из стороны в сторону, сейчас действовал довольно однообразно. Он просто шел на соперника по прямой, натыкаясь на прямые удары Дагласа, а когда Тайсон все же сближался, там его ждали апперкоты и крюки. Даглас бил Тайсона его же оружием. В третьем раунде Тайсон прибавил в динамике и кое-что начало получаться, и этот раунд Тайсон проиграл не столь явно, как предыдущий. Четвертый раунд выдался небогатым на события, но закончился зрелищным разменом, в котором лучше был Даглас. Вероятно, самым напряженным зрителем этого боя был Ивандер Холифилд, которому было гарантировано 12 миллионов долларов за бой с Тайсоном через 4 месяца, но при условии, что Майк одержит сегодня победу. Но надежду Холифилда на бой с Тайсоном разбивал своими кулаками Бастер Даглас. В пятом раунде он буквально расстреливал соперника и в результате у Тайсона начинает образовываться гематома вокруг левого глаза. Тогдашние тренеры Тайсона Аарон Сноуэлл и Джей Брайт даже не имели при себе утюжка и прикладывали к лицу Тайсона наполненную водой со льдом резиновую перчатку. Как скажет потом Тедди Атлас, эти двое даже рыбу не смогут научить плавать. Главное удобство для Дагласа в действиях Тайсона заключалось в том, что в большинстве случаев Тайсон действовал одиночными ударами, а не двух-трех ударными комбинациями. Затем следовал клинч, в котором Тайсон не напрягал соперника. Но у таких действий Тайсона было логическое объяснение «плохая физическая подготовка». Восьмой раунд. Тайсон заметно прибавляет не столько в активности, сколько во взрывных качествах и проводит ряд неплохих атак. Даглас уже не столь быстр и появляется надежда на то, что Майк сможет нанести тот самый единственный решающий удар и сохранить пояса. И в тот момент, когда уже Даглас переходит в атаку, Тайсон наносит правый апперкот. Рефери очень медленно считает и между моментом, когда Даглас оказывается на настиле и моментом, когда он отрывает руку от пола, проходит 13 секунд. Но есть и другая сторона ситуации. Боксер ориентируется на счет рефери. Скорее всего, именно это Даглас и делал, используя максимум времени. Судя по первым же движениям, он мог подняться раньше. К тому же эпизод произошел на последних секундах раунда и у Тайсона просто не оставалось времени что-то сделать. Но все же медленный счет рефери сделал этот эпизод одним из самых известных среди всех спорных эпизодов в истории бокса. Импульс на стороне железного Майка и после перерыва он пытается развить успех, но Даглас переходит в контрнаступление и потрясает Тайсона. Бастер Даглас, возможно, устал не меньше Тайсона, ведь работу он проделал значительно больше, но он категорически не желал сдаваться. Хотя, конечно же, и Тайсон в этом поединке был совсем не тем Тайсоном, который безжалостно избивал соперников и казался неуязвимым. В эти секунды железный Майк Тайсон на глазах изумленных зрителей по всему миру из сверхчеловека превращался в обычного человека и теперь уже безжалостно избивали его. Тайсон начинает 10-й раунд мощным ударом справа, но это последний успешный эпизод в исполнении пока еще действующего абсолютного чемпиона мира, который обессилен в том числе и ущербом от пропущенных ударов. Правый апперкот в исполнении теперь уже Дагласа потрясает Тайсона и начинает комбинацию, которая ставит точку в одной из ярчайших эпох в истории не только супертяжелого веса, но и бокса. На это уже мало кто обращает внимание, но рефери отсчитывает Тайсону нокдаун точно так же, как и Дагласу, и его отсчет до 10 длится все те же 13 секунд. Это ничем не помогает Тайсону, который старается изо всех сил, но уже не в состоянии продолжать. Ларри Мерчант в прямом эфире назвал результат этого поединка величайшим апсетом в истории бокса.